МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Марина Джалая. Глядите в этом выпуске. В Беларуси появится новый механизм изменения цен на автомобильное палево. Выстава упрыгоживания в середине верши открылась у областной универсальной библиотеки с имя Ленина. В Гомеле сегодня правоохранники гуляют в мини-футбол. А зараза об этом и иншим больше подробно. В ближайший час примут смены в указ номер 263 об долевом будовнестве, поведомляя Белта. В управлении капитального будовнества и предприемства с долей держуластности больше за 50% возникнет необходимость у заведения 15% жилого дома за кошт сродков забудовщика. Плануется еще одно важное новое уведение для забудовщиков. Это мощность вертания на их рахунки сродков за квартиры, продаденные после ввода объекта долевого будовнества в эксплуатацию. Поколь такие сродки накеровываются в бюджет. Змены в указе закликаны додатково урегулировать относины заказчиков, забудовщиков и подрадчиков. У Беларуси заявилася максимум сдавать жилье на сутки по вузной домовленности. Сгодно указу номер 103 спрашаются потребования до формы договоров о предоставлении жилых помешканев, садовых домиков и дач на термин до 15 дней. И они могут заключаться как в письмовом выгляде, так и по вузной домовленности. Увладник жилого помешканья мая право выбирать. Як и ранее при ожитявлении этого вида деятельности працюе поведомляльный принцип, а податки выплачиваются уфиксованным по меры. У Беларуси заявится новый механизм изменения цен на автомобильное палево. И он выпрацеванный за делом органов держкирования и по узгоднению зурада. Об этом пишет Белтаса с посылкой на концерн Белнафтахи. В зависимости от смены ситуации на нафтовом рынке, механизм продовживает мощность корректировки цен на нафтопродукты, как у бок их повеличения, так и снижения. При этом запланованный поступовый выход на узровень цен, аналогичных деючим на российском рынку. В дальнейшем они будут корректироваться в ответности со изменами сусветных поштов на нафту, курсу национальной валюты и податковой нагрузки на нафтоперепрацучие заводы. В рамках нового подхода сегодняшнего дня установлены новый кошт на автомобильное палево. Цена на 92 рубль 22 копейки, на 95 рубль 30 копеек, на 98 рубль 51 копейка. Дизельное палево каштой рубль 33 копейки, дизельное палево другого класса рубль 48 копеек. Таким чином бензин поднялся в цене на копейку, дизельное палево на 2. Дорогие розничные цены на палево в сумерных регионах России, высшие за белорусские на 6-10%. Экотехнологии сегодня в приоритете у многих краянах Европы. Среди плюсов минимальные выдатки, короткие терминозведения и нулявая шкода природе. Идеи кобудовничества развиваются в Беларуси. Есть навык энтузиасты, которые готовы и будовать и жить в эко-доме. Так хлопец Мазерау звел везти супербюджетный дом с соломой и глиной и стал популярным видеоблогером. В перспективе планует найти однодумцев и засновать целую везку хоббитов для экотуризма. Вот моя веранда, где вечерами на закате, получается, там у нас запад. Здесь часто сижу, ключай, наблюдаю за закатом. Яуген Раевский с устракая каля порога. Его дом присадистый без кутов и с круглыми акенцами. На звычайную вязковую хату неподобный, з выгляду худшей домик хоббита. Узвел его своими руками по экотехнологиях. Площа 42 квадратные метры. Крыница тепла – печь складанной конструкции. Одной протопки у день достатково, как было до плюс 25. В таких умовах Яуген прожил зиму. Десятитонный земляный дах с легкостью вытрема узавеи и снегопады. Рызыки обвалу не ма. Крок вымают особливое мацавание. В агодах уразмерковывается равномерно. Проект господа растворил сам. Все началось с похода в горы. Когда поехали в горы с товарищем, увидели всю эту действенную природу, красоту. Я, поскольку прожил все время в городе, этого ни разу не видел. Но первый раз увидел, можно сказать, небо без засветки городской. Когда я увидел такие дома, такое строительство и природу такую действенную, я сказал все внутренности, что я это хочу. Почалось все 8 годов тому, в особи тидеюта помогла будауничая адукация. Многие экотехнологии освоивали самостоянное место. Знаходжение дома Хоббита – Амаль за 400 километров от столицы, в Лельчицком районе. Мобильная совесть тут не ловить. Увез цыжевее 6 человек. У основным состарелые. Молодому соседу тут рады. Заусюду есть, до кого свернуться под опамогу. Соседы хорошие. И нам веселее. Что нам надо, он поможет. Мы же тут одни живем. Дочень нет. Вот антенна взломалась. Он пришел построить. Телевизор там. И он пришел построить. С первого дня будовництва Яуген завел блог. Зараз у подписчиках 13 тысяч человек. С Беларуси, России, Украины, СНД и Европы. Господар дома Хоббитов стал вядомый. Усю частей отримливая запрошение на замежные фестивали и будовли. Побывал у Молдови и Греции. За неординарным хобби стоит и бизнес-идея. Створить целую везку Хоббитов и примать отпочивающих. Ганна Ковалева, Олеса Рудянкова. Прогожевание, выкананное у стилистыцы декоративно-прикладного мастастства старожитных славян. Тут можно убачить бронзалеты, персенки, грабяни, розные талисманы, амулеты и обереги. Это все тое, что некогда носили наши продки. Створением упрогожевания Сергей Климович займается уже больше 20 годов. Это складаны, працаемки и кропотливый процесс. И он потребует не только терпение и сконцентрованности, а и ему так само попередничая и великая навукова доследшая праца. Археология Белоруссии, археология и нумизматика Белоруссии книги. А имесло Древней Руси Рыбакова. Вот это основные источники моего вдохновения. Изучение источников тут как бы на первом месте, а на втором месте уже изучение технологий самих по себе. Потому как, я же говорю, ничто не происходит без отрыва одно от другого. Недостаточно просто узнать, как выглядит предмет, надо понимать, как его изготовить еще. За минулые сутки у Гомельской в области ликвидованы три пожары. Один человек был травмированный. На оказание техничной допомоги выротовальники выезжали семь разов. Тым часом у святочные выходные оперативно спрацовали специалисты МНС Рогачевского райподразделения. Раницей 8-го Саковика яны выехали на пожары у гаражи по улице Калинина у Рогачеве. Гары легковый автомобиль ВАЗ-2105. Уладальник машины находился на улице. А вот сябра машины пришлось ротовать. При проведении разведки звяном газодымооховной службы в суседнем помешкании в несвядомом стане знайдены знайомы-автовладальника – громадянин 1975 года народжения. С диагнозом отручевания продуктами горения потерпелый был шпитализованный. Пожар ликвидованный выротовальниками. Причина высветляется. Одна из версий – неосторожное обыходжение за огнем при курении. В Гомельском микрорайоне энергетика утрой мужчины в алкогольном опьянении выкрали из крамы 4 бутыльки спиртного. Спынить компанию подспробовал вортовник гандлевого зала. Ему удалось отдогнать одного со злоумысников и забрать бутыльку. Однако для обороны остатней незаконной с добычей налетчики достали нож. Супрацовников крамы ничего не засталось, як выкликать милицию. Сотрудники милиции прибыли. В то время уже нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Уточнив приметы подозреваемых, буквально через 40 минут оперативники совместно с группой задержания Департамента охраны МВД Республики Беларусь задержали нападавших на квартире одного из этих людей. В ходе задержания были обнаружены бутылки водки. Двое из нападавших ранее судимы. В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это разбой. Проводится следствие. В тот же день оперативники наркоконтроля областного милицейского управления совместно с коллегами из центрального рауза Гомеля затримали гомельчанина, який подозревался в заховании и реализации некурильных татуневых выработок. На початку лютого он уже притягивался до администрационной отказности. При затримании мужчины была знайдена незначная колькость на свая. Большую частью он сховал в сне, взяли, где минавито казать отмовился. До пошуку подключили милиционера-кинолога разом со службовым собаком. Узявшись следствие, твероногий помощник привел оперативников до схрону. Пакеты на свая находились в снежном сугробе. Оперативники раскопали снег и вытащили на свет два пакета. Общий вес изъятого вещества составил 2,180 кг. В отношении нарушителей составлен административный протокол по части 2 ст. 16.10 Кодекс административных правонарушений Республики Беларусь. И он подведен административный арест сроком на 15 суток. На Гомельщине распоряжались профилактические мероприемства по попередживанию гибели рыбы в водоемах. И хотя фауна региона сегодня представлена 48 видами рыб, шерах из которых включены в «Червоную книгу» Беларуси. С принимаемыми мерами ознайомились наши корреспонденты. Сегодня все навыковые выдания «Замор рыбы» трактуются однолького. Это экологичное бедство. Причины зъявы добрые лядомы. Зимой водоемы и водоцеки покрываются толстым пластом леду, что спыняет доступ до воды атмосферного поветра. Увы, не курызка снижается утроманье кислороду. На Гомельщине замор наззирается на всех водоемах, где нема тячения. По всем инспекциям Гомельской области дана команда, с тем, чтобы они провели свои контрольные мероприятия во всех районах и определились, везде ли ведутся мероприятия по предупреждению заморов. В отповедности с законом Республики Беларусь об жиленном свете, державные органы и арендаторы обвязаны промать меры по обороне диких живел, які опынулися у надзвычайных ситуациях. Мер, які дозволяют продухелить гибель рыбы некальки. По-перше, выразание у людей майн с их наступным укрытием солома и чаротом. Это позволит на полный час продухелить замерзание. Еще один способ, навык больше эффективный – обогачение воды кислородом с допомогой помп. На водоеме, площадь у 5 гектаров, такий способ дозволяет полностью вырошить проблему, прикладно за 6 годин. Мы на своих арендованных участках постоянно орошаем воду, чтобы не было придухи. И если что узнаем где-то в городе, либо рядом, где-то в водоемах, может быть угроза придухи, охрана природы сообщает, и мы все вместе едем туда помогать. Сегодня областном комитете природных ресурсов выбрали каля 40 водоемов, где каждый день проводится мониторинг утримания кислорода. Пакуль в среднем его уровне, прикладно, в полтора раза превышает критичный. А легитый показчик начинает снижаться. Сгодно с прогнозами экологов, лед на озерах будет находиться еще и к минимуму 2 недели, в связи с чем ситуация может погоршиться. В вынику надзвычайных обставинов на допомогу плануется протягнуть мясцовые организации, а так само часово – адменить действующие правила лову рыбы. Будут привлечены, как и общественная организация БОР, арендаторы рыболовных угодий, непосредственно арендующих данные водообъекты, либо с прилегающей территорией. И, в конце концов, в случае действительно невозможности принять еще мер, будут уже приняты тотальные меры по вылову рыбы, по снятию норм ограничений на вылов рыбы и по тотальному облову данного водоема, чтобы как-то в экономических целях данную рыбу использовать. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадокомпания «Гомель». В регионе в наступные дни заховается капризное надворье. На территории большинства районов в области будут исти короткочасовые опадки, мокрый снег с дождем. С поступлением больше теплых поветренных масс в ближайший час прогнозуется узнятие слубка термометра в 6 за 0. Завтра в регионе будет в облачной без прояснений. В другой половине дня махчим и мокрый снег. Ветер полднево-усходный 5-7 метров за секунду. Ночью ранницы прогнозуется слабый гололед. На особных участках дорог гололедится. Початок наступного тыдня обещает быть теплым, а ледожливым. Температурный диапазон поветра в понеделах складе от 0 до плюс 5 градусов. Разом с тем, умовы на дворе сприяют расставанию ледового и снежного покрывов. На рыках региона назираются росту сровня воды и навод-перевышение от знака выхода воды на пойму. В Гомеле сегодня правооховники гуляют в мини-футбол. Турнир проходит в 12-й раз. Все это с поборництва присвячено 100 годю створения службы криминального вышку. На годы выбрана не выпадкова с криминального вышку, можно сказать, и починались многие подразделения органов внутренних справ. Ни для кого не секрет, что это служба ведущая и, наверное, родоначальная служба в органах внутренних дел, истоки из которой выросли все оперативные службы криминальной милиции органов внутренних дел. Перемогу спрещивают 14 команд, которые представляют подразделения областного управления внутренних справ, а так само и других силовых ведомств. В этом году турнир вышел за межрегионом. В первую очередь удел принимает коллектив Академии Министерства внутренних справ. На первом этапе команды поделили на четыре группы. Лепшие с каждой из них поведут боротьбу за узнагороды на стады плей-офф. Далее год тому перемогу на турниры святковали мини-футболисты войсковой частки 12-42. Параллельно в Гомельском палаце легкой атлетики споборничают юные дюдаисты. Международный турнир Кубок Прайда собрал под свои стяги больше 600 спортсменов. Организатор споборничества – однайменный клуб дюдо. Израиль, Узбекистан, Казахстан, Украина, Россия и, вядома, что вся Беларусь. География для дебютного турнира вельми представительная. Даже за великой колькости жадающих принять удел, организаторы детерминово испынили прием заявок. Хлопчикам и девушинкам, которые выходят на татаме, не больше 12 лет. Для спортсменов этого возраста споборничества проходит не шмат, а таких масштабных и того меньше. Высокая конкуренция, которая есть на Кубке Прайду, несумненно пойдет на корысть юным дюдаистам и станет добрым стимулом, как протягивать тренировки. Спортсмены очень подготовлены, приехали очень сильные школы со всего СНГ, школы, которых мы уже знаем, своей сильной борьбой. Поэтому будут очень сильные схватки. И, конечно, беларусам будет очень тяжело бороться за медали, но наш клуб представляет очень сильных спортсменов. И я думаю, что наши ребята будут признать соревнования. ГТ и другие новины вы можете узнать на нашем сайте и интернете по адресу www.tvgomil.by На ГТМ выпуск завершено. Всего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин